Продолжение следует... Мамка, свадщик, это тебе и мальчик. Что? Шесть часов ужинать даю. Все, все, все. Все? После кино. Мамка, свадщик, это тебе и мальчик. Субтитры создавал DimaTorzok Мамка, свадщик, это тебе и мальчик. Я Исаак Платонович, Раков Солнцев. Там уже с детдома так же, как было в записке, так я с детдома так и знаю, что я Исаак Платонович. Исаак, был Исаак. А Платонович это уже командир фамилии, замкомандир по технике. С 1933 года и до 1941, в Баунском районе, там на Басманной улице, там детдом. А в 1941 же, перед войной, уже же мне 11-й год, узнал, что будет эвакуировать. Володька мне, товарищ, сказал, поедем, говорит. И там, значит, война началась, заставили в Белоруссию нас война, в Бобруйской области. Я читал в газете, не ожидал увидеть. Это как живая легенда. Пока мы доехали, добрались туда, под товарняками добирались, все. Нашли квартиру, вот. Я, значит, в это, поехали за дровами, тачкой на дров насобирали, все, хозяйке привезти. Ну, а уже не вернулись мы к хозяйке. А мы попали в нейтральную полосу как раз. И не наши, и не немцы еще не зашли, и наши. У меня такой гвоздь был наточенный, расклепанный, с обоих сторон наточенный. Погода была такая, плохая, дождь, все это все, слякать. И разведчики вертались с Беденко, и это Егоров, и Горбунов. А Егоров нагнулся и услышал в окопе храп, храпел. Ну, когда присветил фонариком туда, все, смотрите, лежит человек, ну, темно, не видно, какой большой, маленький. А я прокинулся, и чуть гвоздем его не ударил. Он хотел, значит, ко мне, это, так, взять меня. А у меня гвоздь, я спал, а гвоздь в руке был. Вот, и вот, и потом, значит, когда это, вижу, что формы свои, наши, и, значит, они забрали меня, и я, значит, с ними пошел. Тише. Свои. Наши. 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 А это немал командир погиб, а я живой. Иди. Это мальчик? Он в штаб приходил, лейтенант Садык на мотоцикле приезжал, Катаев. Он был военный корреспондент, Валентин Петрович Катаев. Ну как, он еврей, по-нашему так и выглядит. Он чернявый, все было так нормально, все-то. Этот худее, он здоровее был. 75 было, он помер. В Москве похоронили, я был на кладбище. У него, знаю где могилка его, на Новодевичьем кладбище. Ты какой шорт, здесь ночью ходишь, мерзавец. Ты что мульчишь, никотяй? Ой, дяденька, не бейте меня, я коня твой выскал, носил и носил. Целый день и целую ночь мотался, заплутал. О, холера, погибели на тебя, нет. Отпустите меня, дяденька, меня мамку дома дожидает. О, холера, шоу, шоу! Девятнадцатая черпино. Здравствуйте. У меня был мальчик на фронте. Я подобрал на фронте мальчика. Вот так вот получилось. Небольшой. Ему где-то лет, наверное, было 10-12. Вся батарея его полюбила, этого мальчика. Я даже вам не могу сказать, что он так назвать, что он сын полка. Он скорее был сын батареи. И когда мы переезжали через румынскую границу, через Пру, и он был рядом со мной, и подошла женщина в военной форме, пограничника. И подошла и сказала, что я пришла за вашим мальчиком. Он заплакал. Бросился ко мне, обнимался. Его стали уговаривать, что тебе лучше, что ты поедешь. Ну, расставание было тяжелым. Два шага вперед. Шагом. Молодец, Красноармей и Солнцев. Ну что, Советскому Союзу? Это я живу вот так, вот. Красноармей и Солнцев. Вот так, пожалуйста, снимай, потому что негде жить. Выключателя нету, вот так делаю его. А, выключатель делать, я же не электрик. Вы сейчас можете гордиться. Вот моя супруга. Парализовано лежит у нее. Левая нога, левая рука не работает. Потому что парализовала после инсульт был, приступ. А, вот тише, сейчас сделаем. Инсульт был, приступ, и вот так парализовала все, вот так. Это моя библиотека военная. Там все мемуары, все разное, все. В Москве похоронено. Наш военный корреспондент был в нашей 8-й гвардейской армии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Я-то долго гуляла, иди, становись под дерево. Юрку сфотографировали? Давай я тебя обниму. Давай. Ну-ка, давай, дед, нас с тобой фотографируют быстрее, а то иду домой. У вас это сын полка живет, да? Да, да, да. Вот он, красавчик наш. В одном дворе через квартиру живет. Но вы его любите, уважаете? Ну, куда же делаться, его хоть и не любишь. Нам уже туда отправляться скоро, любишь, не любишь. Лена, иди сфотографируемся. С ним никогда. Я знаю, что говорят в нашем ЖЭХе, что у него нет документов на них. Так вы, извините, я могу нацепить тоже столько же. А сколько есть живут действительно настоящих таких вот людей, немыслимых слов, помыслникам собирая всякую всячину. Да, как бы против нас, против советской власти идут. Советская власть нашла. О, Господи, уже бы не говорил бы так. Да, как же вы думали. Скромности немножко надо. Я освобождал Одесу, это моя Одесса. Твоя? Да, вы приехали сюда до революции, и вот живете. Да, до революции. В 1885 году этот дом построен. И у меня тоже самое. А ваш не написано, когда построен, ваш потом. Вот вам и лесо человека. Слава Богу, что в сарае, а то, как отдыхал на трамвайной постановке. Я же не хочу строить там. Я же хорому не строю. Просто сарае. Просто сарае, все. Я ничего там не делаю. Сейчас он уже козырный стал. Да. Давно валялся. И ходили, таскали его, притаскивали домой. Всем в двору. Слава Богу, что в сарае, а то, как отдыхал на трамвайной постановке. Это инвалидов, достоверение. Что же так надо верить на совесть? Вот фамилия. Раков Солнцев, через тире. Иван Платонович. Раков Солнцев расписался. Борода моя, знак. Достоверение мое. Вот сын полка я. Достоверение мое. Тоже раков Солнца. И Сак можно говорить, и Иван можно говорить. Так что это не это. Центральный музей Министерства обороны Российской Федерации. Я же не вижу в этих очках. Окружной военный госпиталь. Оттуда пришли ответы, что он в этот момент не находился в госпитале. И вот с Центрального музея о том, что этот орден Красной Звезды вручен Пилипенко Михаилу. Он даже носит чужой орден. У него нет ни одного удостоверения на боевой орден и на боевую медаль. Боевые медали у него за взятие Берлина, Кенигсберга, Будапешт, Вена, Берлин. Все это получается одновременно. В одно время. В один год и в один месяц. И Стопенград, и все. Все брал сразу. В одно время. Ну что, я все буду носить. Они же, как сказать, уже раз, один раз уворованы были. Потом по это, в стол находок подкинули. Все это, все как. Документы все с собой не носятся. А это взял для того, что раз. Есть одно удостоверение, но оно написано от руки карандашом. Когда ему задали вопрос, почему карандашом, он сказал, что в военкомате города Тирасполе в это время не было чернил. И написали ему карандашом удостоверение. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Дяденька Безенка! Дяденька! Дяденька Безенка! Черт, это можно, пастушок. Бывает. Бывает, что ты солдат плачешь. Да ведь что поделаешь? На то воен. Сын полкавня. Сын полкавня. Это сын полкавня. И чего балкнуть? Давай. Я сына, 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 полетит, полетит, полетит. Я тебя уже два раза позже видел. Платоныч, бороду раскинулась. Море широкое, волк, мушею далек, товарищ, мы едем далеко, подальше от русской земли. Уеду, придет время, уеду, не буду здесь, в этом дворе жить. Нет, более, дед. Деду, далеко, далеко, деду. Мы поедем, мы помчимся. Люкс торпеда. Это дед, моряк, и я моряк. А он, я не знаю, он моряк, хитрый такой. Оно, давай, нашу морскую. Раскинулась, море широкое. Ну, так мы это ж пели, надо... И волны бушуют вороты. Сережа, надо веселое. Вот это ж мы пели. Товарищ, мы едем далеко, а шо толку, подальше от русской земли? Подальше от русской земли. Я въеду, Израиль скоро въеду. Не надо... Не нужен нам берег Тулеский. Чужая земля не нужна, нам нужен берег Тулеский. Не нужен берег Тулеский. Нет, не уезжай. Мы едем далеко, подальше от русской земли. Не езжай туда. Там капот будет тебе. Дед, не уезжай, я тебя люблю. Мы вместе. Моряк, он... Ну, он, я не знаю, моряк... Ну, морская десантная, вы морские, на кораблях. А мы с самолета... А, с самолета... С парашюта, с самолета, морская десантная. Лег с торпеда. Артиллерия, артиллерия, морская десанта. Вот здесь 411 батареи. Здесь у нас есть 1411 батареи. Есть. Вот, а они не знают, есть. А я знаю. Я не знаю, не знаю. Там такие горловины, узкие, большие жители. Я тебя очень уважаю. Люк с торпеда. Ну, так что? Морякев есть моряки. Выпьем за Родину. Выпьем за Сталина. Выпьем и снова нальем. Выпьем за тех, кто команды волородами. Кто замерзал на стеку. Кто умирал на Редине. Наш полк считает тебя своим сыном, Ваня Солнцева. Помни это. Так точно, товарищ гвардин полковник. Теперь ты едешь учиться. Не срами же нас. Мы верим, что из тебя быть прекрасный офицер. Запомни. Всегда и везде ты должен быть верным сыном своей матери Родины. И достойным сыном. Лучшего сына этой Родины. Великого человека Сталина. Прощай, Ваня Солнцева. Когда ты станешь офицером, возвращай свой полк. Мы будем ждать тебя. КОНЕЦ 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 Здравствуйте. Здравствуйте. А можно к вам? Да, можно. Присаживайтесь. Ваня! Ваня! Ваня, все пришли. Клава, привет. Иди, тебя зовут. Мы, сталинские ребята, вперед. Во, есть. Он спрятанный был. За Родину за Сталина. За Ленина вперед, за Родину вперед. Полный вперед. Эх, мальчишки, вперед. Поверёд! Подъём! Командир, полный вперёд! Туда, смотри. Нет, поверни вот так, чтобы смотри, вот так, чтобы было вот так. Эх, командир, полный вперёд! А я сын полка Ваня Солнцев, маленький был, ну не дурак был. А и сейчас меня не считают, говорят, что он чокнутый, контуженный, он дурак. А как же я, дурак, как командир пришёл ко мне, видишь? Эх, командир! Хорошо живёте, так весело с утра поёте. А как же, есть за Прагу, есть за всё у меня. Что? Советский Союз мы весь прошли. Ну подождите, Советский Союз мы весь прошли. Я, допустим, участвовал, понятие, на одном участке фронта, вы участвовали на другом, где вы участвовали? Не на другом, подожди, я разведчик, нас бросали, куда нам, мы... Ну хорошо, куда вас бросали? Мы десантная разведка. Куда вас бросали? Кругом бросали. Ну какой город, назовите, вы освобождали? На Украине всё мы освобождали. Подождите, всё мы освобождали. Третий Украинский фронт. Как вы попали? Вот вы, допустим, были здесь и оказались в воинской части. Я в Москве попал, я сын полка с детдома убежал с Володей. Я в капитана, в инакую бригаду попал, в артиллерийскую. В артиллерийскую? Да. Значит, попали вы в бригаду артиллерийскую. Да. Какая это бригада? Ну какая? Бригада, в инакую была. Номер бригады или что-нибудь был? Не было. Не было. Так, воевали, значит, вы попали в артиллерийскую бригаду. Да, и до конца фронта. До конца, когда до конца? Не прошло. Вам удобно? Когда до конца? 12 ранений, контур. Подождите, вы в этой бригаде, в артиллерийской бригаде, как вы говорите, в артиллерийской бригаде, вы... От Ленинграда до Москвы. От Ленинграда? Да. Вы и под Ленинградом были? Мы в Ленинград попали вперёд. Откуда вы в Ленинград? Подождите. Вот сын полка. Подождите, вы сказали, что... Ну вот, смотрите, вот сын полка в Ленинград, молодой человек. Там в блокаде мы были. В блокаде в Ленинградской? А как вы туда попали, в Ленинград? Как вы в Ленинград попали? Ну как же, мы... Из-под Москвы в Ленинград? Нет, мы с парашюта десантники. Подождите. Говорили вы, что Прагу освобождали. Медаль за освобождение Праги у вас есть? Да, должна быть. Ну-ка. Нема, нема. Должна быть. Нема, должна быть. Что есть у меня за все города? И за Берлин есть, за всё есть. Ну, эта колодочка, это орден Красного Знамени, а медаль за взятие Берлина. Вот за взятие Берлина... А вон там у вас. Вот колодочка. Вот, да. Вот это, вот. Скажите дату, вы вот воевали. О, скажите, скажите, воевал. Когда Будапешт? Ну что воевал, когда? Будапешт, когда вас уважали? Я два раза контужен, а вы ни разу. Ну что, ребята, я очень извиняюсь. Подождите, подождите. Давайте посидим сегодня в праздник. Кругом прошел, и в Будапеште был, кругом там был. Вы когда ушли с Суворовского училища на фронт, где вы в часть попали? А что я должен помнить? Это сколько прошло лет? Ну подождите, ваш боевой путь, вы помните, где вас ранили? Вы помните, где вас понятели? У меня 12 ранений и контужен я. Где вы закончили войну? Вот я мальчишка. Да это ладно, это не надо. Ну так вы читайте. Я читал, у меня есть эта газета. Нема у вас этой газеты. У него там ранения в голове, это во-первых, там осколки, все остальное. Это можно проверить по-медицински. Во-вторых, он пошел в 11 лет на войну. Я не знаю, сколько тот пошел, с райисполкома. А этот дедуля, когда его восстановили, это во-первых. Во-вторых, у него... Орден Красной Звезды, где вы получили? Это село, на Курской дуге, село Чер... Вы и на Курской дуге участвовали? А вот это Курская дуга, Красная Звезда. Там поселок, село. В составе какого части вы были под Курской дугой? Там есть могилка, моя фотография на могилке. Потому что у него ранения в голове, осколки эти ходят. Раз говорят, значит... Ну, переклинили его часто. Ой, обналью все. И он и не помнит, что же он помнит. По-польски, файно все, понятно. Все-таки он молодец. В 11 лет уйти на фронт и... У меня был мальчик на фронте. Вот такой какой-то... Вот Юра 11 лет. Искал своего отца на фронте. Искал своего отца. Да. И примкнул. Ну, куда я мог его посылать? На какой бой я его мог посылать? В какие десанты брать города? Ребенка послать? Вы понимаете, взять на себя ответ? Нет, он не мог взять. Но он не мог. Разведчиком ребенок мог быть. Было мне 7 лет, когда была война. У нас во дворе было очень... Партизанов много. И папа говорит, Валя, пойди на улицу, возьми санки. Зима была. И покатай куклу возле окон наших. Я беру куклу и катаю. И он говорит, ты увидишь со стороны, будет, если лошади ехать, это будут немцы или румыны. Ты мне тихонько в окошко постучи. Я не знала, что там было и как. И я на улице уже замерзла. Катаю санки с той куклой. Катаю. Вдруг улица длинная у нас. Смотрю, идет компания. Ну, едут. Нашини, откуда я знаю, кто едет. Ну, знаю, что немцы есть в городе у нас. И я подойду к окну, стучу и опять езжу. Он мне так с квартиры машет рукой. И я захожу во двор. А потом, после войны, я узнаю, у нас партизаны во дворе были, целая куча в погребе. А один раз я захожу в кухню, а такие стены толстые, и там такая вот прогалина. Я встала и смотрю, а там приемник. А он с Москвой связан, папа был. А я аж онемело. А он говорит, имей в виду, кто-то узнает, я тебя сюда, в эту стенку, и замурую. Говорю, папа, я никому не скажу. А можно я скажу бабушке? А он говорит, и с бабушкой вдвоем там будешь. Говорит, так что, совсем никому не говорить? Он говорит, нет, это детское все, я все прекрасно помню. И с тех пор, наверное, я стала такой, что я никогда лишнего слова нигде не говорила. И ничего, научили так родители. Мы знаем все, что он действительно сын полка. Все мельницы знают, понимаете? А это вот этот маразм, что он еще и голос на него поднимает. Совесть бы имела. Все, я все скажу. За Сталина, за Родину. За освобождение Украины, 44-й год. Да, за все хорошее. Добрый день. Это Милус Хессет. С праздником вас. С праздником вас поздравить. Спасибо. Хорошо, что вы пришли. Панечка, это вам. Ну, очень хорошо, что вы пришли. Мы с ней немножко знакомы. И мы ждали, хоть кто-то придет к нам во двор. Почему, а почему нет? Хоть кто-то. Ходил один человек. Ой, так хорошо. Так подойдите, надо же подняться и Клавой. Ну, да. Вот наш Алексей Федорович с райсного дома пришел спасить его. Помочь ему. Господи, он несчастный человек. В этой грязюке живет. Вы не заходили в квартиру? Федорович, не заходили в квартиру к нему? Нет. Не успела. Ну, хотя бы вы. Нет, я не хочу, не хочу. Не хотите, да? Вы понимаете, я сейчас скажу, такое дело. Надо ему хоть как-то помочь, хоть немножко, чтобы... Ну, подождите, ему же давали квартиры. Вы же не знаете это. Я уже, вот он ушел. Да. Ему давали несколько квартир, он их продал. У нас документы есть. Да. Я еще раз повторяю, что он мог быть сыном полка. Мог. Да. Быть где-то, я уже сказал, что у меня был мальчик. Девушки, все мальчишки, выпьем за освобождение Одессы. И поэтому я вам говорю, выпейте за праздник, очень хороший праздник. Хорошо, этот хороший праздник. Федорович, давайте. Вы смотрите, какие... Случайно какие события, а? Ну, а что же. Вот такой, за праздник. Малька будет пьяный. За праздник. Дай бы, чтобы все были дружные, и русские, и евреи, какая разница, какая она. Да, я тоже хотел... Я считаю, знаете, не иметь значение. Я только хотел сказать, что... Вы знаете, что я вам скажу. Вы видели, вот, мечеть построили на Ленина у Торчикового? Да, да, я там видела. Так вот, понимаете, там написано очень-очень красивое извращение, а написано там такое дело. Там написано так, Бог един на мечети, что Бог един, что Он один для всех. Он один для всех. Он один для всех. Он один для всех. Зайти окончено. Вольно разойдись. Зайти окончено. Зайти окончено. Зайти окончено. Ну что, ну все по-старому. Дед остался один, Клава умерла, у него жена. И сейчас он сидит, никто ему не отремонтировал это отопление, сидит в холоде. Вот. Выходи. Господи, весь мокрый обоссатый. Разгоруй не сходится, так. Судьба тоже не сходится. Остался сам. Был сам и остался сам. Ваня, иди погрейся и скажи, хочу в Москву, в Бауманский район, там, где я был, в детдоме. Заберите меня обратно отсюда. Говори, не падай духом. Так, падай духом. Ну, нету жены, все, я теперь все. Падаю. Иди погрейся и придешь. Ой. Падай духом. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok